Медиагруппа Авангард представляет Открывает нашу программу доклад про то, нужно ли в Тулу ехать своим самоваром, а точнее, как технически передавать контент сим-систем, какие вопросы при этом возникают, какие задачи нужно решить для этого. И я приглашаю на эту сцену Александра из компании Ростелеком Солар, который расскажет нам про это. Спасибо, Саша. Сцена твоя. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Александр Кузнецов. И в рамках своего выступления я хотел бы поделиться тем практическим опытом, который есть у нашей компании, связанный с передачей CM-контента. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что для своевременного обнаружения и реагирования контент играет крайне важную роль. Соответственно, в рамках своего выступления я затрону несколько аспектов. Первое. Вообще, нужно ли это кому-то? Или, может быть, мы действительно пытаемся в Тулу завести еще один самовар? Что такое контент в юридическом и техническом планах? Что такое передать контент? Какие грабли здесь могут возникнуть и как их лучше обойти? Ну и, соответственно, выводы и рекомендации, которые позволят вам как получателю или как стране, которая передает контент, минимизировать или, в принципе, избежать ошибок, которые здесь могут возникнуть. Ну, давайте начинать. Соответственно, кому может быть нужен контент? Мы, как коммерческий сок, много лет нарабатывая контент, поняли, что есть в нем потребность, так как контент участвует в том числе российскую специфику. И мы разделили условно организации, которые в этом заинтересованы, на три группы. Первое. Это те компании, которые сейчас строят у себя свой или гибридный сок. Второе. Это компании, которые уже имеют такой центр и хотят процесс контент-менеджмента или юз-кейс-менеджмента пересмотреть, усовершенствовать. И третье. Компания. Это которые мигрируют с одной системы на другую. Соответственно, в рамках импортозамещения или в рамках вхождения в какой-то холдинг, где они должны принять работу с новой системой. А если говорить о целях, то целей глобальны две. Это либо ускорить запуск сервиса, запуск системы, а вторая цель – это кадровая. Либо попытаться получить внешнюю экспертизу, обучить свою команду или в принципе избежать ситуации найма контент-аналитика. Потому что, поверьте мне, контент-аналитики для любого класса систем на сегодняшний день – это штучные люди. И найти их в свою команду крайне непросто. Окей. Хорошо. Целевая аудитория понятна. Давайте поговорим о контенте. И если мы его передаем, мы передаем его в рамках каких-то договорных отношений, возникает юридическая сторона вопроса. А мы с вами знаем, что для большинства соков контент – это святая святых. И это вещь на границе коммерческой тайны, интеллектуальной собственности. И нельзя его так просто взять и передать. Здесь в эту работу возникнут и вовлекутся юридические департаменты. Поэтому вам придется учитывать как нормативно-правовый акт действующий, так и локально-нормативный правоакт. Как на стороне, которая это отдает, так и на стороне, которая это принимает. Вопросы исключительных, неисключительных прав, внесения изменений в контент. Поверьте, тут будет чем заняться. Но мы с вами скорее здесь хотим посмотреть техническую сторону вопроса. И опять же, чтобы понять, а что такое контент в техническом плане, мы подошли к вопросу, что в контенте есть, а чего в контенте нет. И с точки зрения того, что контент CF содержит, это корреляционные правила. А что это? Это определенные логическо-максиматические конструкции, в которых есть переменные коэффициенты различного типа оператора, причем набор и возможности операторов напрямую связаны с CM-системой, которую вы используете. Это структуры данных, списков, активных листов и так далее. Но обратите внимание, именно их структура, а не наполнение. Это в том числе конфигурационные файлы коннекторов, парсеры, нормализаторы. И в ряде случаев это даже дизайн макеты информационных панелей, они же дашборды, отчетов и оповещений. И что важно, что контент в себя не включает. Он не включает в себя реальные события. И он не включает в себя наполнение этих списков. Исключением являются только TI-данные, если вы их передаете в рамках передачи контента. И, соответственно, вот исходя из этого, мы понимаем, что контент – совокупность вот этих сущностей. И, наверное, контент не является в чистом виде программным обеспечением или базой данных. Это тоже имеет смысл учитывать. Окей. Хорошо, теперь как контент можно передать. Мы выделяем условно три варианта передачи. Первый – это когда вы просто его запаковываете и отдаете. Когда это может быть до нужного? Когда там компания, например, полностью строится с нуля, она готова взять и работать с новым контентом. Второй вариант – это когда контент берется, передается и адаптируется. То есть уточняются пороговые значения, коэффициенты в корреляционных правилах, наполнение в тех структур списков, которые мы передали. И третий вариант – когда помимо передачи адаптации осуществляется его сопровождение на периодической или постоянной основе. Вот как раз если цель – минимизировать кадровое обеспечение по данному направлению со своей стороны, третий вариант является одним из самых предпочтительных. Ну, а теперь какая проблематика может возникнуть в рамках передачи контента. Есть такие три точки напряжения, назову их так. Первый связан с тем, когда контент полностью заменяет существующий. Здесь нам, во-первых, надо принять ту схему работы, которая в новом контенте существует. Группировка контента, его логика, определенная идеология. Соответственно, может потребоваться донастройка источников событий, так как у нас могут использоваться новые парсеры, нам нужны, например, новые параметры регистрируемых событий, которые до этого не было. Это определенная работа. И, соответственно, если контент имеет новую идеологию, то у нас могут применяться и процессы, как use case management, так и incident management, в том плане того, что у нас могла быть изначально другая критикаризация, иные приоритеты у сработки правил. Вторая точка напряжения – это если мы контент дополняем в существующий. Здесь первый момент – что во что дополняется. То есть мы встраиваемся в существующий контент или существующий встраивается в новый. Здесь отдельная тематика маппинга категорий. Мы сейчас про это поговорим. И вне зависимости от того, с каким ситуацией мы столкнемся, у нас будет отдельный момент, связанный с приемкой контента, с проведением испытаний. Ну вот давайте пару слов про каждый из этих пунктов. Если говорить о категориях, можете использовать любой удобный вам термин – классификация, категоризация, группировка. Вот на слайде представлены, например, группировка контента от нескольких производителей и ряда компаний, в том числе от нашей компании. И уже глядя на это, мы видим, что вот если вы работали с одним, а теперь надо срочно работать с другим, как бы это надо принять, осознать и понять, почему так. И я могу сказать из своей практики, что попытка смаппить контент между собой, она выглядит примерно так. Это не самая тривиальная задача, требующая времени, усилий и принятия, что это работает теперь по-другому. Если говорить о понимании или выравнивании схем работ, то тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Первое – это в принципе по какой логике контент организован. Это работа на базе таксономических значений событий или на конкретных event ID. Это опять же тоже определенная привычка, подход. Это надо осознать. Второй момент – это использование атомарных правил или определенных сценариев. Сценарных правил, особенно релевантных для бизнес-приложений. То есть это связано и с процессной частью. То есть если мы привыкли работать с атомарными правилами, то оператор в дальнейшем сам сшивает это в какую-то единую цепочку. Это определенный рабочий процесс. Либо же система сама пытается в рамках готового сценария это склеивать. Второй момент, прошу прощения, третий – это использование или не использование профилирования. Мы в G-Sock профилированию отдаем очень большое внимание, но есть компании, которые этот момент опускают. И тоже надо донести, почему мы это делаем, что такое профилирование контента, что на него нужно время, что оно периодическое и так далее. Использование или не использование различных списков. Здесь о чем хочется сказать, что мы не только об активных листах, мы говорим в том числе о моделях активов, которые формируются в системах. То есть есть организации, которые сформированную в CM-системе модель активов активно используют, а есть те, кто это не делает. Это местами связано с производительностью, с привычкой, с удобством и так далее. И если говорить о том, что является результатом срабатывания корреляционного правила, там output, то он может быть точечный в каждом правиле. Он может быть единый. Например, у вас может быть workflow правила, в который все это собирается и дальше летит в IRP, в SOAR-системы или в какие-то тиккензиковые системы. Состав полей здесь крайне важен. Например, вы привыкли к определенному набору полей, который дальше у вас определяет визуализацию, отчетность. Часть данных из полей идут в автоматизированное реагирование. И вот эти вещи необходимо подстраивать, подтюнивать, потому что в привнесенном контенте это может быть совершенно по-другому. Этот момент надо учить. Как следствие, если говорить именно об этапе передачи контента, то эта деятельность должна быть, во-первых, спланирована, а во-вторых, сприоритизирована. Нельзя взять и весь контент разом принять. И здесь чаще всего необходимо понять, будете ли вы его применять на основе определенных источников событий или категории сценариев. Возвращаемся на предыдущие слайды. Здесь решение в каждом конкретном случае будет свое. Если говорить о приемке контента, еще один такой немаловажный момент, потому что, безусловно, полученный контент каким-то образом надо проверить. И здесь у нас стоит вопрос. Есть ли у нас в той инфраструктуре, в которой контент будет работать, какая-то тестовая зона? Эта тестовая зона максимально приближена к реальной или нет? Может быть, ее вообще не будет. И надо на своей стороне, на стороне передающей эту тестовую зону, организовать каким-то образом. Второй момент. Будем ли мы использовать реальные данные на вход или какую-то работу инжекторов, то есть синтетики? Тоже принципиально разная ситуация. Если мы говорим о реальных данных, то, соответственно, нам надо это действие эмулировать. У нас должна быть какая-то, помимо тестовой среды, подконтрольная инфраструктура, в которой мы будем выполнять определенные операции, обеспечивать их регистрацию в журналах, сбор, анализ и, соответственно, срабатывание корреляционных правил. Если мы используем инжекторы, то вопрос проверки качества инжекторов, полноты, то, что, например, те данные, которые там представлены в инжекторах, отражают те спецификации событий, которые сейчас есть в актуальных версиях источников событий. Следующий момент, который имеет смысл обсуждать, это оценка влияния на производительность. Понятно, что разные правила по-разному загружают систему. Как бы это не новость. Но, скажем так, протестировать это, проверить, это тоже отдельная большая задача, чаще всего требующая времени. Иногда ее делают, иногда нет. И важный момент, связанный в принципе с ограничением проверки определенных сценарий, которые связаны с отказами у обслуживания или с эксплуатацией каких-то там уязвимостей, или нарушением бизнес-операций. Вот проверить такую вещь в полностью боевом режиме достаточно сложно, потому что вам просто никто не даст это сделать. И здесь надо будет искать компромиссы, как эту задачу решать. Соответственно, как следствие, возникает необходимость подготовки полноценной программы и методики проведения испытаний. И вот контент-аналитики, чаще всего слыша, там ПМИ, конечно, вздрагивают, потому что это отдельная тоже задача, требующая времени и ресурсов. И, собственно, какую дорожную карту, оптимальные шаги в рамках передачи контента мы видим со своей стороны? Безусловно, в первую очередь это понять, с какой целью и в каких условиях контент будет применяться. То есть возвращаясь к тем вариантам, которые у нас были в самом начале. Это оптимизация ускорения чего-то, это решение кадровых вопросов, причем как путем подготовки своей команды, так и попытки переложить эту задачу в принципе во мне. Объем и вариант получения. Соответственно, будет ли это полная замена существующего контента или это будет определенное дополнение, то есть элементы миграции. Мы будем просто передавать, или мы хотим получить адаптацию, хотим ли мы получить сопровождение или не хотим. А может быть нас интересует подписка. То есть, возможно, мы хотим на периодической основе потом еще какой-то контент дополучать. Тоже достаточно, на мой взгляд, интересная и перспективная тематика. Дальше, собственно, сам процесс переполучения, непосредственно планирование его. И здесь важный элемент – это обучение специалистов, которые будут дальше работать с контентом. Так как чаще всего, к сожалению, даже если специалисты на стране, получающие контент, прекрасно ориентируются в нотации этой CM-системы, то методология, логика, идея, которая заложена в группировку, в наличие workflow правил или еще чего-то, она внутри CM-системы не представлена. Ее надо либо читать, но наша практика показала, что лучше этому обучить и дать сразу специалистам попробовать. Так больше гарантий того, что контент приживется и будет работать. Потому что передача контента, как я потом покажу, это не активность, которая раз и закончилась. Контент нужно развивать, поддерживать. И если специалисты на стране получателя к этому должны быть готовы, то лучше обучения вариантов, к сожалению, нет. И непосредственный этап приемки, когда мы разрабатываем программу методики испытаний, проводим испытания, договорившись об условиях, договорившись об ограничениях. И принимаем контент в эксплуатацию. Соответственно, подводя итоги, я даже разогнался, на чем хочется остановить внимание. Передача контента – это не мгновенная, неодноразовая активность в формате ctrl-c, ctrl-v и все. Это фактически полноценная проектная активность, либо полностью отдельный проект, либо стрим в большом комплексном проекте. К этому надо быть готовыми. Второй момент. Условия и объем передачи зависят от контекста и готовности организации и тех целей, которые они преследуют. Если говорить о максимальном приживании контента, то мы говорим, что обучение – это необходимость. Это надо планировать, и без этого, к сожалению, в нашей практике дальше это достаточно плохо летит. И важно понимать, что получение контента – это только начало в том плане, что дальше, только после этого начнется обнаружение, реагирование на инциденты и так далее. То есть это не конечная точка. На этом, наверное, я свою часть завершу. Но хочу отметить, что те рекомендации и та информация, которая в этом докладе представлена, она по большому счету подходит к многим аналитическим системам. Передача контента для решений класса IRP и местами даже для EDR и NTA будет с чем-то схожа. Поэтому я желаю вам успехов в получении и приемке контента. Если у вас есть вопросы, я с радостью отвечу сейчас или после секции. Большое спасибо. Саша, большое спасибо за доклад. У меня есть один вопрос. Вот я видел на слайде, что Ростереком тоже передает контент. Вы как его передаете? Как фиды? Как вообще на него подписаться? В настоящее время мы передаем контент именно как совокупность правил и вот всех тех сущностей, структур списков, форматов отчетов и так далее. Плюс, если говорить о фидах, то у нас есть отдельные вещи, связанные с TI и TH данными. Это уже идет скорее как наполнение этого контента на непрерывной основе. Это можно приобрести? Да. Замечательно. Спасибо большое, Саш. Удачи тебе. Мы продолжаем нашу программу. Я бы как раз хотел рассказать о том, что контентом можно и нужно делиться в рамках сообщества по информационной безопасности. Итак, если говорить о принципиальной такой схеме процесса обработки и детектирования инцидентов, то ее можно представить как условно два входных источника. Это информация о наших данных, которые мы получаем с наших систем. И для упрощения представим, что мы собираем вообще все. У нас абсолютно вся телеметрия. А вот верхний input – это представление об атаках. Наши TI-фиды, наши правила корреляции, сигнатуры, TI-чатки, гипотезы. Все это формирует наше совокупное формирование инцидентов информационной безопасности, которые мы в итоге детектируем. И чем лучше будет этот input, чем лучше будет представление наше об атаках, тем лучше будет наше детектирование. Соответственно, аналогично garbage in, garbage out. Если мы не понимаем о том, что мы загружаем, мы не понимаем то, что мы детектируем. Мы можем отдать это на откуп представителю CM-системы, которая делает для нас контент. Мы можем направить все это в managed SOC и тогда сказать, что вы там что-то знаете, вы там что-то понимаете. Но если мы все-таки встаем на вот этот тернистый путь формирования внутренней экспертизы, внутренней оценки того, что именно нас интересует, либо если мы сами тот самый коммерческий SOC, нам неизбежно придется формировать эту самую экспертизу. Экспертизу можно разделить на две отдельные группы. Это, естественно, TI. Этим занимается TI-платформа. Это отдельная тема. Мы ее сегодня касаться не будем. Но поговорим именно о накоплении экспертизы в детектировании техник, тактика, процедур. И тут каждый, кто пытался этим заниматься, знает, что это огромное количество источников. Это блоги, это отчеты, курсы, форумы, конференции, какая-то профильная литература. И, конечно же, соцсети, соцсети, соцсети. В итоге у вас накапливается просто тысяча, две тысячи этих подписок, которые можно читать целый день, которые мы просто лайкаем или сохраняем куда-то там к себе в Evernote, и потом к этому просто не возвращаемся. У нас нет сформированной модели накопления знаний. И тут, конечно же, конечно же, Майтер Атак. Скажете, что это очередной доклад о том, что какой-то из вендеров начал поддерживать Майтер Атак. И эта концепция уже всем достаточно сильно надоела, как, впрочем, и мне. Поэтому сегодня мы не будем с вами говорить об Атак Датабейс и об Атак Навигаторе, потому что это, в общем, не про то, не про тот подход, который используют Майтеры в своей самой основе. Самое главное, что предоставляет Майтер на текущий момент, это в первую очередь Майтер Атак Дитхаб. То есть это машиночитаемые распарсенные данные, которые вы можете использовать здесь сейчас, просто скопировав ссылку до Майтер Атака репозитория и написав git-клон. У вас доступны уже эти данные, вы можете ими пользоваться, вы можете строить на этом свой отчет, вы можете строить аналитику. Попутно же в рамках Майтера существуют дополнительные проекты. Это и Cyber Analytics репозитория, где создана модель данных по тому, как субъекты и объекты взаимодействуют в рамках тех детектов, которые вы можете найти у себя в CM-системах. Это и фреймворки, которые позволяют эмулировать эту активность. И все это в рамках того же Майтер Атак. То есть это и Арсенал, и Кальдера, и дополнительные инструменты взаимодействия с этой базой знаний, которые предоставляет сама Майтера. В итоге у нас с вами существуют как проекты самого Майтера, так и около Майтера, созданные вот на этом едином языке нашей такой кипертаблицы Менделеева, поскольку каждый из участников комьюнити понимает о том, что именно он хочет сказать, что именно ему хотят сказать в рамках того или иного инцидента, в рамках того или иного детекта, в рамках той или иной threat hunting гипотезы. В итоге у нас с вами создается организованная структура накопления знания всем сообществом. У нас с вами создается трансформация опыта аналитиков в исполняемый формат. То есть это уже не документ, который говорит нам о том, что вот тут какой-то lateral movement. Нет, это непосредственно сигма-правила или threat hunting процедура, которая позволяет вам воспроизвести тот самый эксперимент. Наконец, воспроизводимость результатов аналитики, который дается благодаря записанным датасетам, который воспроизводится на виртуальном окружении, который вы можете запустить у себя. И все эти вещи, они ревизируются, они обновляются, они создаются новыми в рамках этого сообщества. И в итоге совокупное знание этого сообщества увеличивается. К тому же, естественно, у каждого свои системы, у каждого свои CM-продукты, свои суары. И сообщество создает это максимально вендоро-нейтральным, поскольку оно заинтересовано в том, чтобы опыт каждой из компаний мог переиспользоваться вне зависимости от того, какие инструменты оно использует. В итоге давайте пройдемся по вот этой цепочке накопления экспертизы, которая формируется в рамках мейтера атак атрибуции и позволяет на каждом из этапов нам пользоваться этой самой экспертизой. Многие отчеты сегодня снабжены мейтера атак тагированием. Это и Касперский, и группа IB, и VirusTotal. Но опять же, комьюнити гораздо лучше, с моей точки зрения, справляется с подобного рода задачами. Кто не знает, посмотрите FairReport. Там прекрасная атрибуция, прекрасное расписание по каждому из элементов проникновений достаточно интересных атак. И все это можно атрибутировать, все это можно увидеть по тегам мейтера атак. Для всего этого, для большинства, есть сигма-правила, есть иоки. Вы это можете использовать у себя и посмотреть, как бы вы могли отразить подобного рода атаку. Но отчеты — это история, которую достаточно сложно переиспользовать в массовом формате. Это все-таки такое то, что вдохновляет написателей контента. А вот как раз наборы данных, то есть предзаписанные датасеты, так называемые, либо с непосредственно существующих атак, либо с эмулированных виртуальных лабораторий, на которых эмулируются те техники, тактики, процедуры, инструменты, которые используют реальные атакующие, которые были задокументированы в отчетах, например, антивирусных вендоров. И то, как наши системы реагируют на подобного рода активность, то есть EWTX, журналы, записи пикап-дампов, сетевого трафика, на всем этом вы можете, во-первых, прогнать свои правила корреляции, вы можете понять, что именно вы детектируете, что именно вы не детектируете. И на ранних этапах построения вашего security operation центра вы можете сформировать понимание того, какие именно типы событий вам нужны, что именно вам нужно детектировать и чему нужно отдавать наибольший приоритет в первую очередь. Едем дальше. Те самые скриптоэмуляции, которые формируют подобного рода сценарии. Это в рамках, например, Atomicro Team Framework преднастроенные сценарии, которые воспроизводят действия атакующего и позволяют вам, во-первых, понять, что именно, какие техники закрывают ваши существующие правила корреляции, а во-вторых, создать вот те самые автотесты, которых, с моей точки зрения, очень не хватает информационной безопасности. То есть создать воспроизводимость ваших экспериментов, понять, что вот именно на эту технику, именно на эту тактику у вас срабатывает вот это вот конкретное правило корреляции, что оно не фалсит. И главное, вы понимаете, что на протяжении всего жизненного цикла инцидента, от детектирования, через обработку событий, через CM-систему, через ERP-систему, ничего ни на каком этапе не потерялось. Вам не нужно для этого держать у себя в штате пентестера, который будет каждый день нажимать одну и ту же кнопку и воспроизводить этот сценарий. Это то, что называется вот автотесты в продуктиве. И для продуктива не нанимают дорогостоящего эроттимера. Он устроен автоматически. Это просто сценарий, который воспроизводится. То же самое стоит сделать и многим security operation центрам. Едем дальше. Одна из самых спорных, но в то же время самых, наверное, обсуждаемых историй, посвященных мастер-атак именно в техническом плане, это сигма-правила и сигма-утилита, которыми можно конвертировать эти самые правила. Это правила детектирования, некий единый стандарт написания правил детектирования, который можно конвертировать в другие запросы для CM-систем. В чем тут самая главная история? В первую очередь в том, что мы с вами можем, во-первых, переиспользовать это, конвертируя опыт сообщества в наш сценарий. Но самое главное, что создается вот этот самый detection-эскод. То есть правило детектирования уже не нечто атомарное, а у нас существует расширенный фенотип этого самого правила. Внутри правила есть референс, есть ссылки на то, на основании чего аналитик принял решение детектировать именно это. Есть понимание того, как именно это правило будет формировать false positive, какие именно источники нам нужны для того, чтобы это правило работало. В рамках Sigma сценариев наибольшее количество таких вот краудсорсинг активностей, это в первую очередь STD и STD community, это участие в рамках имплементации Sigma правил и JoySandbox, и VirusTotal, и других облачных сэндбоксов. Поэтому эта история, она наиболее применима, и на текущий момент времени игнорировать этот опыт сообщества просто невозможно. К тому же в рамках написания и публикации вот этого самого контента публичного подключились и другие производители CM-систем, и в итоге в совокупности вместе с Sigma правилами у нас с вами уже существует более 3700 правил детектирования и корреляции от различных источников, которые вот так вот верхнеуровнево, понятно, что это очень приближенный такой сценарий, но в итоге покрывают 85% существующих техник. Все это нужно адаптировать под себя. Я не говорю, что вы завтра сможете имплементировать в вашу продуктивную CM-систему все Sigma правила, и они у вас обеспечат максимальное детектирование. Однако это тот контент, тот опыт комьюнити, который просто невозможно игнорировать. Едем дальше. Среда эмуляции. Вот те самые security-детасеты, они формируются в рамках среды эмуляции. И я лично был шокирован, насколько просто сейчас создавать подобного рода среды. Все, что вам нужно для того, чтобы создать домен, заджойнить в него ивент-коллектор, заджойнить в него машины, поднять там CM-систему, велоцираптор, зик, настроить там сисмон, соответствующими сисмон-модулярами. Все это у вас потребует только GitClone Detection Lab и Vagrant App. Все, можете идти на обед, придете с обеда, у вас все будет настроено. Это потрясающе. Вы можете добавлять туда свои правила, свои инструментарии детектирования и смотреть, как на реальных датасетах, о которых я рассказывал, как на реальных Atomic Script'ах воспроизводятся ваши правила или пишутся новые. Обучайте на этом своих аналитиков. Это очень-очень интересная история. И один из последних инструментов, о котором я хотел рассказать, это Jupyter. Это инструмент интерактивной программной разработки. То есть это программный код, который воспроизводится как полностью, так и конкретными блоками. И каждый из этих блоков возвращает нам результаты своих действий. К тому же эти программные блоки, они снабжены текстовыми и графическими описаниями того, что происходит вот в данной конкретном процедуре. Какие данные у нас получаются, какие средства аналитики у нас используются и как в итоге интерпретировать те данные, которые у нас получены. Это очень широко распространенный сейчас инструмент для работы с данными. Это история, которая на текущий момент времени порядка 11 миллионов ноутбуков. И он в первую очередь используется аналитиками данных, причем в абсолютно разных сферах, от анализа результатов выборов до излучения со спутников. И очень круто, что его можно переиспользовать, даже не обладая какой-либо экспертизой в машинном обучении и анализе данных. Если вы видите кнопку Binder на GitHub в хранилище подобного рода ноутбука, вы можете просто нажать эту кнопку Binder, и данный ноутбук запустится в виртуальном окружении облака, и вы можете понять, как именно воспроизводятся эти данные. Потом скачать себе ноутбук и попробовать на своих собственных данных или на каких-то других тестовых данных воспроизвести ту же самую гипотезу, которую рассматривает в данном ноутбуке аналитик. Как же используются Jupyter ноутбуки в рамках комьюнити? Проект ОТРФ Трэдхантинг Плейбук и братья Родригеса в рамках основателя этого проекта, они уже давно, уже несколько лет публикуют вот те самые трэдхантинг инструменты, которые позволяют с помощью данных, полученных из CM-систем, с помощью предзаписанных датасетов анализировать те сценарии, которые не удается детектировать классическими CM-средствами. Ежегодная конференция Jupyterion, она позволяет аналитикам делиться как раз теми самыми Jupyter ноутбуками, позволяет… плюс в рамках этой конференции в целом увеличивается опыт сообщества по использованию таких инструментов, как Jupyter, Pandas и Spark, то есть инструментов анализа данных в рамках больших датафреймов. Мы уже с вами не оперируем одной конкретной сработкой, одним конкретным правилом корреляции. Мы оперируем таблицами, на которых мы можем вычислять отклонения, делать джойны, делать статистические экспертизы, запускать на этом ML. Плюс, благодаря проекту MysticPy, который сейчас курирует Microsoft, мы с вами можем использовать в том числе и, во-первых, наши коммерческие CM-системы, но и благодаря активности российского сообщества, еще и российские CM-системы, и использовать вот те самые трэдхантинги и аналитические инструменты непосредственно с нашими российскими инструментариями. Огромное количество в целом других проектов, которые посвящены MatterAttack, которые написаны на одном единственном языке, вот этой самой MatterAttack атрибуции, и позволяют… Просто зайдите в Google и напишите open-source project с MatterAttack, вы найдете огромное количество интересного, если не непосредственно того, что можно использовать в продуктиве, то хотя бы то, что вдохновит вас на написание какого-то своей истории. Все это Джон Ламберт, сотрудник компании Microsoft, назвал гидхобификацией информационной безопасности, то есть когда мы с вами расширяем общую экспертизу сообщества, именно благодаря тому, что мы можем переиспользовать это полученное знание, благодаря тому, что мы имеем общий язык, этот язык расширяем, мы с вами можем придумывать в него новые слова, мы можем придумывать новые грамматические конструкции, и он абсолютно не статичен. Мы с вами можем воспроизводить то, что мы с вами поняли, исходя из наших аналитических отчетов. Другие люди могут запускать те же самые тратхантинг-гипотезы, могут имплементировать у себя правила корреляции, и все это увеличивает наше совокупное знание. Опять же, тот же самый Джон Ламберт дает рекомендации по имплементации подобного рода сценариев. В целом они достаточно прозаичны, то есть изучаете методы статистики, изучаете те инструменты, которые используются сейчас дата-аналитиками, создаваете атрибуцию по майтер-атак, для того, чтобы потом можно было это все дело воспроизвести, и не быть завязанным на экспертизу одного конкретного вендора по безопасности. Если вы создаете программное обеспечение для безопасности, делаете у себя программные интерфейсы, через которые можно будет взаимодействовать автоматизированным средством, и в итоге в совокупности создаете вот этот вот security pipeline, который так не хватает в информационной безопасности. То есть создание контента, улучшение контента, его ревизия, детектирование того, как именно он воспроизводится на наших системах, как на тестовом окружении, так и на продуктиве. И, наконец, если вы сотрудники серта, то давайте рекомендации своим подписчикам о том, как именно можно детектировать те или иные сценарии, и создавайте в них атрибуцию. И буквально пару слов о нашем продукте. Те сценарии, не в зависимости от того, вы используете какие-либо коммерческие истории по обогащению инцидентов, или вы используете open community, все это может быть воспроизведено непосредственно в продукте security vision.ru, поскольку вне зависимости от интерпретатора, вне зависимости от источника, если этот инструмент имеет машиночитаемый формат, если он имеет программный интерфейс, это можно включить в инструмент, в pipeline вашей обработки инцидента, это можно включить в CCOPS практики, такие как, например, воспроизведение сценариев реагирования. Спасибо. Спасибо, Данил. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Хриков Вадим. Я руковожу третьей линией аналитиков Bizon Sock, Центр мониторинга реагирования на кемерогрозы. Одной из основных задач, которой мы занимаемся, это анализ источников событий, разработка детектирующих правил, эмуляция атака. И, собственно, о том, как мы подошли к мониторингу облачной инфраструктуры Microsoft Azure, я и расскажу в своей презентации. Давайте представим себе случай жизни. Представьте себе, что вы аналитик Центра мониторинга. Все у вас спокойно, все хорошо, если вы в инхаус Центра мониторинга работаете. Ваша компания прибрала разработчика ПО, инфраструктура которого находится в облаке Microsoft Azure. Вы слышите, что там есть какие-то виртуальные машины, Storage аккаунты, Key Vault и так далее, какие-то поассы. Надо что-то с этим делать, как-то это все мониторить. Собственно, или второй случай, вы MSSP провайдер, и у вас появился новый клиент, который хочет, чтобы вы организовали мониторинг его облачной инфраструктуры. Вызов принят. Хорошие новости. Есть возможность поработать с новыми технологиями. Новые технологии – это всегда здорово, весело и интересно. Azure имеет достаточно хорошую документацию. На сайте вендора все реально хорошо описано. Я рекомендую, если будете разбираться с этой темой. Документация хорошая. Есть много статей от исследователей по атакам на Azure. Есть много инструментов, которые будут нам полезны при разработке детектирующих правил при эмуляции атак. Ну и, наверное, у нас есть Office 365 как минимум, а значит, мы уже и Azure сможем замониторить. Плохие новости. Новые технологии – это новые риски. Ваша поверхность атаки просто увеличивается. С документацией тоже все сложнее, чем кажется. Azure очень активно развивается. Документация не успевает за изменениями, а порой там пишут про те вещи, которых уже в принципе нет. Злоумышленники тоже пользуются теми самыми инструментами, а порой даже легитимными инструментами, например, модулем AZ PowerShell. Кто пробовал детектировать PowerShell в реальной инфраструктуре, вы можете понять, что это достаточно тяжело, так как администраторы тоже его очень любят. Есть какие-то интеграции с on-premise, оказывается, у нас что-то может попадать в облако. Office 365 – это не Azure. В общем принятом понимании этого слова в большом мире это не считается Azure, и Microsoft 365 тоже не Azure. Это все облачные сервисы, SaaS или productivity suite. Так, а может быть, если так все усложнилось, может быть, нам и не надо заниматься этим мониторингом. Буквально 5 минут гугления показывает нам, что атаки на облака актуальны. И буквально в понедельник на сайте Mondiant в блоге вышла новость про группировку Nabelium, которая как раз-таки атаковала on-premise инфраструктуру через облако. Можете почитать достаточно интересный как бы 3Tintel report. Ну что ж, будем со всем этим разбираться. Что же такое все-таки Microsoft Azure? Поговорим немножко об архитектуре, о подписках. Посмотрим, какие есть варианты синхронизации с on-premise, какие там риски. Поговорим об источниках полезных событий. Посмотрим, какие есть атаки, какие есть интересные специфичные события и как это все можно детектировать. На самом деле, когда мы подошли к лауду, самой большой разницей, мы поняли, что самая большая разница заключается вот в этом красненьком прямоугольнике. Это management plane, так называемый слой управления. По большому счету все отличия здесь находятся. И чуть позже дальше я еще буду к нему возвращаться, вы поймете почему. Основными компонентами Azure являются Azure Active Directory, собственно, облачный сервис, провайдер удостоверений, который проводит аутентификацию и авторизацию пользователя, а также подписка и ресурсы в рамках этой подписки. Подписка нужна для того, чтобы Microsoft вам денежки начислял за потребление ресурсов. Так вот, возвращаясь к вопросу, что же такое Azure? Если у вас есть подписка Microsoft Azure и есть ресурсы в рамках этой подписки, то у вас есть Azure. Azure Active Directory – это облачный провайдер удостоверений, как я уже сказал. Он интегрируется с OnPrimis инфраструктурой, также с различными облачными сервисами, с ААСами. Если посмотрите, там справа значок Azure нарисован, то есть он и для Azure является. А поднимите руку, у кого есть Azure Active Directory? А у кого есть Office 365? Teams, OneDrive, SharePoint – у кого есть? У вас тоже есть Azure Active Directory. Я вас поздравляю. По умолчанию, когда вы покупаете любой SaaS у Microsoft, Microsoft 365, Office 365, у вас разворачивается tenant Azure Active Directory. То есть у вас появляются новые риски. В 2019 году на конференции Troopers Дирк Джан Малема очень хорошую табличку сделал. Azure Active Directory – это совсем не то же самое, что OnPrimis Active Directory. У нас другие протоколы идентификации, плоская структура, нет групповых политик. Домены forest – это у нас tenant теперь называется. Ну и вместо трастов – гостевые аккаунты. Мы еще с вами позже о них поговорим. Azure Active Directory – ролевая модель доступа. Global Admin – это наш домен-админ. Есть роли встроенные, их очень много от Microsoft, а есть роли кастомные. User Principles – это пользователи. Приложения представлены сервис-принципалс. В OnPrimis инфраструктуре у нас то же самое. В Active Directory, если атрибут SPN стоит, вот это сервис-принципал. А теперь пара очень интересных моментов. Вся вот эта ролевая модель доступа, она применяется только внутри Azure Active Directory и не имеет никакого отношения к ресурсам Azure. Это первое. И второе. Microsoft немножечко нас здесь еще удивил, но здесь есть отдельные выделенные роли для облачных приложений Microsoft. Например, Microsoft 365 – администратор. Есть три схемы синхронизации. Самая популярная – пасфорд хэш. Хэши ваших паролей из OnPrimis Active Directory улетают в облако. Вы настраиваете сервис Azure Active Directory Connect. Все ваши хэши попадают в облако. Пастру антентификация – самый последний новый вариант. Специальный пастру агент ставит с инфраструктуру, и запросы из Azure пролетают на него. Он ходит в этих директорий и говорит «да, нет». Дальше Azure вас антентифицирует, успешно или не успешно. И Active Directory Federation Services для больших сложных инфраструктур. С портала Azure вы сразу редиректитесь в OnPrim в среду. Там проходите антентификацию, и потом идет обратный редирект в облако Azure. Почему это важно знать? При разработке правил на brute force атаки, на password spray атаки, у вас будут разные точки съема событий. То есть, если у вас ADFS, вы смотрите события в OnPrimis. Если у вас password hash синхронизация, вы смотрите события в облаке, а если у вас пастру, то вы смотрите события и там, и там. То есть, и там, и там это все будет. Azure ресурс менеджер является центральным элементом. Это тот самый менеджмент плейн, ядро менеджмент плейн. Он реализует весь основной функционал. Любые запросы к Azure, к его ресурсам, с PowerShell, с клиента, через API, все проходит через Azure ресурс менеджер. Это единая точка доступа ко всем ресурсам. Получая запрос, он проводит идентификацию, идентификацию, авторизует вас. А дальше, если вы запросили, например, разверните мне виртуальную машину, он берет шаблон, идет к провайдеру Microsoft Compute, и Microsoft Compute вам разворачивает виртуальную машину. Собственно, все это логируется в Activity Logs. Activity Logs – это события Azure ресурс менеджера. Глобально в Azure можно выделить два класса источников событий. Это алерты решений безопасности от Microsoft, Azure Security Center. Но вот пока я готовил презентацию, она уже устарела, потому что Microsoft успел переименовать Azure Security Center в Microsoft Defender for Cloud. Они постоянно все переименовывают. Azure Monitor, Azure Identity Protection – это бывшая, а так кто знает, Azure Sensional и так далее. Источники SRX событий – это те самые Activity Logs, Azure Resource Manager, логи самих ресурсов. Например, у нас виртуальная машина Windows, мы из нее хотим журнал Security пособирать. Это вот Security Logs, ресурс логс. Azure Audit Logs и логи входа в Azure. Какие у нас плюсы и минусы работы с алертами вендора? Это быстрый старт. Туда вложена экспертиза вендора. Мы можем очень быстро сделать правила корреляции, работающие поверх алертов вендора. Триаж проводится в Azure Local Analytics. Какие здесь минусы? С алертами тоже надо работать. У ваших аналитиков появляется дополнительная точка пивотинга для триажа. Вы увидите в CM-алерт, а чтобы разобраться, что это за алерт, вам надо проходить в облачную консоль и там уже заниматься триажем. Решения эти дорогие, есть далеко не у каждого из наших клиентов, поэтому приходится работать с сырыми событиями. Но еще такой интересный момент от Microsoft. От уровня подписки зависит контекст. То есть у вас может быть событие об аномальном лагоне пользователя. Почему он аномальный? Вы узнаете, только купив подписку Azure P2, премиум P2. А в подписке P1 у вас не будет информации, почему же он аномальный. Будете сами разбираться. Сырые события. Activity Logs – это Azure Resource Manager события. Вот так они выглядят в JSON. У нас есть также действия над ресурсами Azure. Это здание удаления виртуальной машины, создание сторож аккаунта, обращение к Azure Key Vault и так далее. Ресурс логи – это Data Plane события. И Azure Active Direct логи. Собственно, там логируются действия по ролевой модели доступа, а также входа-выхода. При сборе событий есть на самом деле ряд подводных камней. Это облако. Надо помнить о том, что любое наше телодвижение – это деньги для клиента дополнительные. Поэтому, если вас подключает MSSP провайдер, всегда внимательно обращайте внимание на то, что он делает, и то, что вам рекомендуют при подключении. Например, Azure Security Center. У нас есть несколько способов собрать события, и последний является самым верным. Почему? Потому что в нем присутствуют ключевые поля в событиях. Представьте себе, что у вас есть событие добавления пользователя в привилегированную группу. У вас есть факт, что он добавляется, и в какую группу. Кто добавляет пользователя в эту группу, вы не знаете. Вот эти источники, они отличаются. Также для Activity Logs основным способом сбора является Azure и WinHub. Ну и про подводные камни. Допустим, вы хотите подключить Office 365. Вы можете собрать события Azure Reptick Directory, поместить их в Storage Account и отправить своему MSSP провайдеру. В этом случае вы заплатите деньги три раза. или же вы можете собрать события Azure Reptick Directory через менеджмент API. Вы соберете события Active Directory, соберете всех workloads, то есть там Teams, OneDrive, SharePoint и так далее, и отправите это все дело в CM. В этом случае вы заплатите один раз вендору за MSSP провайдеру за EPS, и все. Ну и теперь про атаки. Гостевой аккаунт Azure. Что это такое? Каждый пользователь по дефолту в Tenant Azure Active Directory может пригласить любую стороннюю учетную запись в ваш Tenant. Вот так интересно. И по умолчанию она будет иметь права, хоть немножко и ограниченные, но права на чтение вашего аккаунта, то есть провести ennumeration, посмотреть, какие пути для повышения привилегий. Атакующий сможет под это гостевой учетной записью. Ну а дальше, если у вас включен механизм паспорта в райбэк, атакующий может сбросить пароль учетной записи из вашего Tenant, и этот пароль синхронизируется с on-premise Active Directory, и атакующий сможет попасть в ваш on-premise Active Directory. Собственно, детектировать это довольно просто. Есть специфичные события о выдаче приглашения гостевого аккаунта. Есть также события о назначении прелегированных ролей, которые могут выдавать гест-юзеры. Ну, как мы уже поняли, по дефолту это может сделать любой. Вот здесь Microsoft, конечно, надо поработать над этим. Детектируем по событиям Azure Active Directory, аудит, логс. Сервис принципал, бэкдор. Те самые аккаунты, которые представляют собой приложение, работающее в Azure. По-моему, в Azure портал администратор их не видит. Ему видны только пользовательские учетные записи. Атакующий может создать сервис принципал, наделить его высокими правами, и в случае, если он потеряет при развитии атаки доступ, он потом может под этим сервис принципал зайти и продолжить свою атаку с высокими привилегиями. Детектируем по событиям Azure Active Directory, аудит, логс. Захват сервис принципал. Очень интересная атака. В Azure есть роль application admin, в роль, которая позволяет управлять приложениями. Некоторые приложения в Azure имеют очень интересные привилегии, которые могут быть реально выше, чем у атакующего. Соответственно, application admin может сбросить пароль, сбросить учетные данные сервис принципал, а потом спокойно зайти под ее учетными данными в инфраструктуру, таким образом повысив свои привилегии. Здесь специфичные события мониторимы — это изменение учетных записей сервис принципал аккаунта. Кража секретов из Azure Key Vault. Azure Key Vault — это хранилище секретов. Вы можете там хранить свои пароли, сертификаты, ключи и так далее. По умолчанию пользователь, имеющий роль контрибьюторов, на самом деле не имеет доступа к просмотру секретов. Но он может себе выдать права на просмотр этих секретов. Таким образом, атакующий выдает себе права на просмотр секретов Azure Key Vault и читает все эти секреты. Здесь недоработка Microsoft заключается в том, что такие привилегии должен иметь только Owner. Насколько я знаю, это еще не пофиксили. Скачивание дисков виртуальных машин — это сценарий эксфильтрации. Машина будет качаться достаточно долго. Я пробовал там несколько часов. Но если у вас есть в облаке критичный сервер, которым заинтересуется атакующим, какая-то критичная виртуальная машина с данными бизнес-пользователей, то атакующий просто создает ссылку на эту виртуальную машину, она действует там какое-то время, и по этой ссылке просто скачивается диск полностью виртуальной машины. Детектируем по специальному событию git-диск-сас-урл по activity-log. Установка майнера. Тоже популярный сценарий. Мы видим, что в облаках очень часто ставят майнеры. Здесь атакующий может использовать такой механизм, как run-commod, когда прямо из Azure портала можно выполнять команды на виртуальных машинах, и выполняться эти команды будут с наивысшими привилегиями. Вот эта угроза на Belium, которая из-за отчета Мандианта, о которой я говорил, она как раз запускала через run-commod прилегированные команды на виртуальных машинах. Это довольно специфическое аномальное событие, которое стоит детектировать. Сами запущенные команды вы можете найти, ну вот, например, для Windows, там внизу будет написан, где она будет, командочка находиться, для Linux, путь, вот, warlock, Azure, run-commod. То есть здесь этого запущенной команды в событиях не будет, но вам придется уже при триаже, при расследовании проходить внутрь этой виртуальной машины и оттуда все эти команды доставать. Ну а если, а что если не Azure? Если нам надо помониторить другие облака? На самом деле в облаках все очень похоже. Azure самый сложный. Amazon проще, Huawei проще. Разные сервисы, они есть очень похожие сервисы, они просто называются как бы разными нами и все. В целом у меня все. Спасибо за внимание. Вот ты подсветил немножко тему детекта угроз встроенными средствами в Azure. И, очевидно, есть какие-то навесные средства. Вот из твоего опыта конкретно не надо вот эти вот свои, знаете, там в книжках написано. Вот конкретно ты это делаешь и расскажи вот свой опыт. Какая технология лучше? Какие плюсы-минусы? Ну, минусы наложенных средств, минусустроенных средств мы видели. И как бы ты построил некий роудмап? Сначала я бы вот это делал, потом я бы вот это делал. Расскажи немножко про это. Сергей, ну да, хорошо. У нас при подключении клиента есть процесс приоритизации источников. И на самом деле у нас всегда первым приоритетом идут источники, которые выдают нам алерт о безопасности. С этого всего начать. Там есть экспертиза вендора, и это быстрый старт. Но потом, если вы хотите большего, если ваш клиент хочет большего, вам придется так или иначе делать какие-то кастомные правила, кастомные сценарии. И здесь уже без вот этих самых сырых событий не обойтись. Потому что, например, на Azure, у Microsoft на сайте выложены все их детекты, которые есть, все эти правила. И мы на самом деле, разрабатывая правила, на все это смотрим и понимаем, что можно гораздо больше сделать интересного. Вот, например, некоторые из того, что я рассказывал, у них нет таких правил. Поэтому, конечно, лучше в комбинации использовать, как в традиционной инфраструктуре. Собираем там алерты, средства антивирусной защиты, но не забываем про логи там операционной системы и так далее. Комбинированный подход. Подытожим. Начинаем на что есть, добавляем свое, а потом используем все вместе, параллельно. Да, в идеале, да, параллельно. Спасибо тебе большое. Удачи тебе. Спасибо. Ужать 12 техник, это максимум, который я смог сюда влепить. Коллеги, всем привет, даже товарищи защитники. Спасибо, что пришли послушать. Спасибо всем, кто в онлайне. Времени крайне мало, поэтому вкратце, там я цисп, участник каких-то спринтов, контрибьют, это все не важно. Важно то, о чем пойдет речь. Я постараюсь в 15 минут ужать 12 техник, это максимум, который я смог сюда влепить. Пойдем от простого к сложному в определенном порядке. Как пресетить, как почистить за собой виртуалку, как симулировать, как задетектить. Не требующие повышения, как правильно Сергей заметил, и требующие повышения привилегий. Почему решил об этом говорить? Я за последний год просто от разных пентестеров слышал, что ввиду ряда понятных ограничений в рамках проектной деятельности, они не всегда их отрабатывают ввиду ненадобности или просто ограничения по времени. Есть ряд ресурсов, всем известных, где можно про них прочитать, но я не видел ни одного сборника, где есть совокупность всего этого, то есть пресет, эмуляция и детект. Поэтому решил, ну, надо сделать доклад, поделиться с ребятами, которые придут на SOCFO. В большинстве слайдов будут использоваться события сисмона. Если вы его по какой-то причине не используете, Саша Носарев, один из моих линейников, и я в том году написали большую статью, где мы сравнили все события сисмона со штатным аудитным винды, поэтому сможете подобрать наиболее подходящее для себя. Ура! Быстро с прологом. Поехали. Начинаем с простого. Register run case. Закрепляемся в реестре, добавляя туда наш имплант. Важный нюанс. Все исходники на плюсах для VBS скрипта, которые будут здесь упоминаться для компиляции библиотек и полезной нагрузки, я на PSBIN выложил. Но сам бинар имплант я не выкладывал, потому что это любой может быть бинар. Вы можете калькулятор взять и на нем же, собственно, все детекты выстраивать. Чистится точно так же. Эмулируется очень просто. Ребут и логин. Отлавливается либо на этапе изменения определенного ключа реестра. Ну, чисто в лабе у себя можете через создание процесса отловить, но в бою, понятное дело, работы не будет, потому что он из под эксплорера стреляет. В чем сложность этой простой техники? Вот этих registry run case очень много, и они еще и вообще постоянно меняются. Один из перечней от Ultimate Windows Sec я здесь прилагаю. Потом презы, когда будет доступно, можете посмотреть. Logon Script еще одна техника, говорит сама за себя. Опять payload загоняем в реестр, ребутимся или релогинимся. Detect почти точно такой же. Либо на этапе изменения реестра, либо при запуске процесса здесь уже будет чуть проще, потому что он будет стрелять из-под юзера нита уже. Shortcut Modification ламповая техника, не мог ее не включить. Много способов эксплуатации. Я выбрал VBS Script, на PSB он лежит, он очень простой. Он берет таргет вашего легитимного ярлыка и меняет его на другой VBS Script, который он создаст, который в итоге будет запускать и оригинальное приложение, и вашу полезную нагрузку. Как эмулируется? Тут логично. Детектируется, ну, собственно, либо на этапе создания и запуска первичного скрипта, потому что у вас VBS Script будет отстреливать полезную нагрузку, либо при создании файлов в пользовательской директории, если вы это мониторите, а я, конечно, крайне советую это делать. При запуске уже вредоносного ярлыка породится новый процесс, который будет родительским для двух следующих. Вот это интересный, на самом деле, Detect. Там будет запущено оригинальное приложение, в данном случае это калькулятор, ну и плюс ваша полезная нагрузка. Screen Saver. В большинстве информационных инфраструктур будет переписан групповыми политиками, но мы, на самом деле, часто встречаем случаи, где этого нет, поэтому я его оставил. То же самое. Имплант в реестр, меняем время сработки Screen Saver, ну потому что в лабе вам просто нет смысла ждать там 15 или 20 минут. Ничего не делаем какое-то количество секунд. В зависимости от типа гипервизора, кстати, не забудьте, иногда проще через консоль стригерить, потому что RDP не даст вам Screen Saver запустить. Ну, опять-таки, логируем точно так же. Либо изменение реестра, либо создание процесса, в данном случае логично, из-под винлагона. PowerShell Profile. Замечательная вещь, которая ищется и запускается при запуске PowerShell. Здесь еще проще. Копируем имплант, называем его профилем. Запускаемся, ну или ожидаемся запуска PowerShell. Детектируется, опять, либо на создании файла в определенной директории. Для разных операционных систем PowerShell у нас теперь устанавливается куда угодно. Эти пути совершенно разные. Здесь ссылочка, можно посмотреть их перечень. Ну, либо по запуску процесса от PowerShell, ну, в боевых инфраструктурах это, конечно, тяжело. Devil Hijacking. Последняя не админская техника. Чтобы про нее поговорить, давайте вспомним, как System Loader вообще запускает программу. Первое, что загружается в Мейнмодуль процесса, потом NTDL библиотека подцепляется, и дальше он ищет все библиотеки, которые необходимы приложению. В чем нюанс? У порядка поиска этих библиотек есть определенная структура, заложенная в винде, если у вас нет никаких митигейшнов. И здесь важный момент, что в директории самого приложения Loader будет искать библиотеку раньше, чем в системных каталогах. Это как раз позволяет нам выполнить тот самый DLL Hijack, то есть угнать загрузку определенной библиотеки. Но если вы просто в своей библиотеке напишите там Evil Code, то вы сломаете основной процесс, потому что вы не будете отдавать ему те функции, которые ему нужны. Вы можете переписать оригинальную библиотеку, добавив в то, вредоносные свои функции, но это, конечно, караул. Проще их линкером спроксировать в оригинальную, добавив свою вредоносную. Как это, собственно, сделать? Ну, здесь все просто. Находим что-нибудь, что уже живет во вторане. Здесь BG-info. Мы часто у заказчиков видим этот текст на экране винды, когда вы загружаете с вашим IP-шником. Проверяем, что есть права для записи в эту директорию. Дальше берем процесс-монитор. Делаем совершенно простой фильтр. Процесс его название и результат not found. То есть мы ищем, какие библиотеки в рамках запуска процесса не были найдены в первую очередь. Ну и здесь вот я выбрал просто для примера WinSpool. Проверяем, что он в итоге был таки загружен. И он действительно был из системной директории. То есть его просто, помните порядок, да? Он не был найден в директории приложения. Ну и приступаем, собственно, к пресету. Что надо сделать? Надо поставить Visual Studio, сдамбинить сам бинарь, посмотреть, найти функции, которые вызываются в этой библиотеке. Это не обязательно должен быть WinSpool. Ищите всегда библиотеку, где меньше всего функций нужно процессу. Ну, потому что это просто проще. Они не в правильном формате, переводим их в правильный. Вот код на плюсах. Он совсем простой. Что мы здесь делаем? Мы берем коды этих функций и линкером экспортим их вызов в оригинальную библиотеку. Здесь она называется WinHelp что-то там. Я что-то уже от старости слепой. Называться она может как угодно. Почему? Сейчас мы еще поговорим. Ну, на PESB не это все лежит. Что делаем дальше? Компилим библиотеку, копируем вредоносную библиотеку, в директорию нашего целевого приложения, а рядышком кладем оригинальную с тем самым любым названием. Ну, чтобы было куда проксировать вызов функций. Что логично. Дальше, ну, запускаем или дожидаемся запуска BG-инфо. Детектиться это, ну, по моему субъективному опыту, никак, потому что в бою отслеживать загрузки модулей это, конечно, весело. Есть работа каких-то джаков, но мы здесь всегда рекомендуем mitigation, а не detection. Ну, и соответствующую статью я здесь приложил. Есть админские техники. Поехали. Первый шедуль таск. Ну, опять начинаем с чего-то простого. Здесь ничего сложного нет. Повышаем привилегии в задании. Ребутимся, релогинимся. Задание у нас успешно спускается. Отлавливаем либо на этапе создания, либо на этапе добавления файла в определенную ключевую директорию. Она вообще не меняется. Здесь важный нюанс, который стоит отметить. Если включен дополнительный аудит, то вы сможете отловить… Дай мне бог памяти. 49, что-то там, слепой я. Там просто в событии будет сразу весь конфиг, с которым создавался таск, и в нем же вы сразу сможете увидеть путь до бинаря, который полезной нагрузкой будет являться. После входа… Ну, здесь, это, я думаю, все знают. Порождается с WC-хостом, с ключом в жидуле. Это можно легко отловить. VMI. Опять несколько различных вариантов его эксплуатации. Здесь классический пример из трех компонентов. Мы задаем какой-то триггер, который вызовет дальнейшие действия. На этот триггер мы создаем какие-то, собственно, действия, которые будут вызваны, и связываем их между собой. Понятно, что самих систем классов намного больше. Опять ссылочка здесь есть. Как пресетить? Смотрим, что уже есть. Это всегда важно, потому что можно лихо запутаться. Если голая виртуалка, я надеюсь, там ничего не будет у вас. Сейчас создаем триггер. В данном случае это простая ковыря. Она ищет в памяти наличие процесса WordPad. Вы можете выбрать, ну, понятно, все что угодно другое. Создаем экшен, связываем их между собой. Это как за собой почистить. Важно не забывайте, да, каждый раз чистить, потому что потом вы не поймете, какой персист у вас сработал. Я в этот раз несколько раз утыкивался. Запускаем или дожидаемся запуска WordPad. Ну, собственно, простой совершенно серч может вам отловить все эти действия. Либо, если вы используете специальные события сисмона, то он вам выдаст вообще отличную такую цепочку, по которой можно просто понять, кто что и когда делал. Это, по-моему, 19, 20, 21 ивент ID. Важно отметить, VMI сам по умолчанию всегда будет работать с подсистемой, поэтому он в нулевой сессии запустится. И если вы будете ждать старт пайлода, вы его не увидите, потому что вы подпользователем в этот момент. WinLogon Helper DLL. Замечательная вещь. Спасибо Microsoft. Собственно, это помощник WinLogon. Видимо, ему требуется помощь. Можно вставать под Shell, можно под юзер-энитом. Действия примерно одни и те же. Чистятся абсолютно точно так же. Это все через реестр. Ребут или релогин для эмуляции. Детектится, понятно, либо на этапе имплементации, путем отлавливания самой команды, либо на присвоение значения в реестре. Сам детект уже итоговый по старту пайлода. В случае с Shell, там будет юзер-энит в качестве родительского процесса. В случае с юзер-энитом, ну, понятно, логично, опять WinLogon. LSA. Добежали. Вот это опять чуть поинтереснее, как и с библиотеками. Не буду лекцию проводить, потому что на это нет времени. Все вы знаете, что такое LSA. Есть несколько методов персиста через него. Первый – это authentication package. Собственно, их надо компилить. Исходники все на плюсах и дополнительные файлы вот здесь на PSB не лежат. Это перечень компонентов, которые вам нужен на Visual Studio, чтобы она скомпилилась и не ругалась. Он, по-моему, избыточный, но у меня просто по умолчанию вот такие стоят, и они точно работают. Присетится вообще легко. Копируем в системную директорию, потому что у нас есть админские права. Лезем в реестр, чистится, ну, понятно как. Эмулет. Здесь только ребут, который мы успешно, кстати, переживаем. Ну и детект. Либо на этапе создания, опять-таки, либо командой, либо отлавливаем присвоение значения в индустрии. А сам запуск – это вот мой любимый железный детект, работающий как автомат Калашникова. Много статей этому уже посвящено. Здесь один случайный привел, где я не говорю, что она самая лучшая. Не должен LSAS в вашей контролируемой инфраструктуре порождать полезную нагрузку. Это очень простой поиск и крайне полезный. Еще один вариант персиста через LSA – это security support провайдеры. Здесь библиотека подойдет та же самая, что вообще суперудобно. Вот из предыдущего прям возьмите ее. Точно так же имплементится, опять-таки, в System32, в реестр, также чистится. Опять ребут, который мы переживаем. Детекты. Опять точно такие же. Ну, по сути, это же сабтехника одной и той же техники, либо на этапе создания, на этапе изменения самого реестра. И итоговый запуск payload импланта нашего опять то же самое. Не должен LSAS ничего у нас запускать. Мы это отлавливаем и радуемся. Следующий вариант персиста через LSA – это пасворд-фильтры. Здесь старая библиотека нам никак не подойдет. Нужно компилить новую. Исходники на плюсах опять на PSB. Компоненты те же самые. Здесь ничего страшного. Точно так же пресетится. Опять в системный каталог, опять в реестр. Ребутаемся. Детектим, несмотря на то, что это уже другая техника, абсолютно точно так же, либо на этапе установки, через реестр или через создание процесса. И итоговый детект старта самого импланта опять-таки через порождение LSAS какой-то полезной нагрузки. Сразу предупреждаю возможные варианты вопросов. Это просто примеры серчей. Это не готовые корреляционные правила, которые я протестировал на всех CM-ах в любой инфраструктуре, которые заработают из коробки. Поэтому над ними придется поработать. Это больше вам материал для того, чтобы прийти домой или в офис, кто где любит этим увлекаться, и просто попробовать проверить, есть ли у вас все эти детекты, как вы на них реагируете, и что вы вообще с ними делаете. Я так переживал, что у нас так мало времени, что уложился быстрее. Спасибо вам большое. Пока ты говорил, у меня подстрекал один вопрос, извини, я его спрошу. Почему ты выбрал именно эти техники? То ли они по твоему наблюдению самые популярные, или они самые модные, или просто по времени, 15 минут у меня я сейчас буду вкладываться именно вот этими. Вот. Называется, спасибо за вопрос. У нас часто так говорят. Их намного было больше, потому что я как в том году думал, у меня сейчас будет доклад 40 минут, мы сейчас с вами тут все обсудим, поговорим, я покажу исходники. Потом мне сказали 20 минут, включая вопросы. И дальше я начал с болью в сердце резать то, что есть. Мы готовим внутренний курс каждый год для своих аналитиков в соке и постоянно выбираем разные темы. В этом году был Persistence. Мне пришлось взять то, что наиболее быстро и легко повторить в домашних или в офисных условиях в ваших лабораторных средах и где нет зубодробительных там скриптов, кодов и так далее, чтобы все в одну страницу умещалось. Поэтому и время, и удобство для экземпляции. А инфру вы не выложили? Потому что у тебя там какие-то сечи, по-моему, от эластика, если я правильно понял, ты это все не выложил? Вот лабу, чтобы люди так раз и лабу сразу подняли. Я очень хотел, пока мне не разрешили, пока на финансовых основаниях можно попробовать на нашей инфраструктуре. Вот, только исходники. Ну хорошо, но у тебя есть куда расти. Тут же нюанс в чем? Эластик я почему выбрал? Не потому что он в соке стоит. Потому что у вас все же запросы в эластике, это же по сути просто псевдокод с булевой логикой. Его можно переписать подо что угодно. Под любой коммерческий СМ, который… Взял бы в хигме написал. Что ж ты? А я пишу, но только не про это. Но, в общем, тоже можно. Вы правы, да. Добрый день, коллеги. Хотелось бы рассказать про XDR компании Тредмайкро. По мнению Форестер, это самый лучший XDR на этой планете. Видите там сверху? Ну, собственно говоря, все. Вот. Теперь, как это, чуть интереснее, если позволите. Пятиминутка рекламы закончилась. Значит, дело в том, что точечные продукты детекта, ну, вот там, например, в предыдущем докладе говорили о персистенсе, да, и так далее. Они по факту нас с вами не спасают. Нет идеального антивируса, нет идеального IPS, нет идеального, кого там, песочницы, и так далее, и так далее, и так далее. Единственное место, нет идеального фаервола. Извини, Денис. Нет, нет, бывают самые лучшие, но идеального нет. И единственное, ахиллесовая пята современного злоумышленника в том, что он, когда реализует свою атаку, она как-то развивается в пространстве его времени. Я немножко как бы забегаю вперед, хочу сказать, что именно то, это то, через что мы можем его обнаружить. Для этого нам нужно собрать данные по тому, что происходит в сети. Причем собрать не инциденты, вернее, не только инциденты, но и собрать вообще всю телеметрию, все, что происходит, какой файл открывается, откуда пришла ссылочка, что, не знаю, там, куда было подключение, какой трафик передавался, какое письмо кому отправлялся, и так далее, и так далее. И дальше у нас возникает возможность, собрав те данные, соответственно, очень много чего полезного сделать. Это будут там разные вещи. Например, я приведу пример простейший. Threat Intelligence. Понятная тема. У вас есть какие-то индикаторы, мы хотим их применить. В рамках той инфраструктуры, где ты уже собрал все операции и все действия, которые у тебя происходили в сети последние, не знаю, недели, месяц и так далее, ты можешь проверить его по этим индикаторам и выяснить, что тот файл, который был переслан по почте от сотрудника А к сотруднику Б, давно уже удален, и вообще не важно, вдруг выяснилось, что это было связано с какой-то угрозой. Не здесь и сейчас, а, скажем, там, неделю назад. Это я принтскрин сделал из рабочей системы за полчаса, на самом деле, до доклада. Очень удобно. Или, например, мы можем оценивать общий риск в компании. берем наши с вами накопленные данные и сразу визуализируем, что происходит у вас в сети с точки зрения ее состояния, насколько она безопасна. Дело не в количестве угроз или в чем-то таком, а именно в целом, из общего ландшафта, ведь мы знаем, как бы, в каком-то смысле все. С какими сервисами, например, взаимодействуют, с которыми вы не хотели бы взаимодействовать и прочее-прочее. Если вы руководите безопасностью на высоком уровне, это картинка, на которую вы должны смотреть просто каждый день и смотреть, как она меняется и повышать эти показатели. Это должен быть ваш основной KPI. Третий пример. Когда у вас есть эти данные, вы можете реализовывать такие технологии, которые связаны с идеями Zero Trust. Что такое Zero Trust Network Access? Это когда при традиционном подходе у вас компьютер, подключенный в сеть, получает относительно широкий доступ, а с Zero Trust изначально у компьютера нет никаких полномочий куда-то подключаться, соответственно сначала происходит определенная проверка, может ли он подключиться и получает доступ точечно и выборочно. И вот в этой истории самый главный, самый интересный вопрос, а что за проверка? Ну понятно, авторизация, аутентификация, двухфакторная, трехфакторная, хоть десятифакторная. Окей, это мы авторизуем пользователя, а компьютер его, да? Есть технологии проверки здесь и сейчас при входе через VPN проверить, есть ли антивирус или ну какие-то такие вещи. Но когда у вас есть информация, которая позволяет вам анализировать ситуацию ретроспективно, вы можете то, что я, ну сходная идея, которая рассказывала про состояние всей сети, применить к конкретному пользователю. То есть если он неделями лазил по сомнительным сайтам, а у него были какие-то на компьютере инциденты, было еще что-то, назад, вот так, еще что-то, куча всего, да, каких-то операций, неважно, что он сделает сессия сейчас. Мы все равно ретроспективно можем проверить и понять, что нет, вот конкретно ему мы доступ предоставлять сейчас не будем, будем с ним разбираться. Повторю еще раз, в технологиях Zero Trust, вопрос не в том, как прокинуть там трафик, VPN, вот эти вот там туннелирование, это все как это, не бином Ньютона, а вот как определить, кому можно, кому нельзя. Вот подобный профиль может быть построен для пользователей и сразу, соответственно, будет понятно, хотим или не хотим и предоставлять ему доступ. Ну и теперь вот на сладкое, соответственно, XDR. Идея, опять же, у нас есть уже данные, теперь давайте подумаем, а что мы с ними можем делать. Откуда растет потребность в XDR? Дело в том, что когда мы с вами, например, имеем очень хороший продукт, Идеяр, который как раз слежит какие-то операции, он нам может передать информацию с какой-то рабочей станции, что здесь что-то произошло нехорошее. Какой-то сетевой сенсор может в, не знаю, в каком-то там удаленном офисе показать какой-то подозрительный трафик. В ЦОДе, там облачном, физическом, там он премис, не важно, укажет на какое-то событие. Возможно, какие-то есть события в почте, про которые, может быть, ничего не знаем. Фокус в том, что если вы используете CM-систему, даже если вы используете CM-систему, она, получая события от всех вот этих вот событий, она ниоткуда не узнает и не угадает, почему они произошли. Дело в том, что вот эти инциденты, они не из космоса прилетают. Ведь на самом-то деле у вас идет какой-то процесс атаки, злоумышленник чего-то делает через какую-то там фишинговую ссылку, он атакует первого пользователя, которого изначально мы даже там не обнаружили, с него происходит заражение второго пользователя, дальше третьего, потом заражают какой-то там сервер, вот добирают до ценных каких-то активов и так далее. И что мы хотим? Мы хотим увидеть эту картинку в целом. Это наше желание, хотим. Мы не хотим отдельный инцидент, они нам почти бесполезны. И вот идеи, которые закладываются в XDR-системы, заключаются как раз в том, что имея уже всю телеметрию, имея всю информацию, мы все эти события соберем в одно и добавим всю окружающую как бы предысторию всего инцидента. То есть в инцидент, который связан там, не знаю, с тремя, четырьмя срабатываниями каких-то продуктов безопасности, будет дополнен еще, я не знаю, в сто раз больше всяких данных, которые мы изначально не считали вредоносными. Но мы не можем ловить угрозу на всех ее этапах, к сожалению, как вы понимаете. Нельзя ловить всей техники Митри, нельзя, как бы это невозможно. Где-то вы не можете СССР вскрыть, где-то вы не можете какой-то продукт использовать и так далее. Мир не идеален. Но ретро, назад открутив время, вы можете это выяснить. Как это работает на практике? Пример одного заказчика, у которого примерно там тысяча компьютеров, тысяча устройств за одни сутки. У него собирается примерно 137 миллионов различных событий телеметрии. Открыт файл, была какая-то коммуникация, ну что-то такая, мелочь какая-то. При этом событий в журналах всяческих, не только связанных с информационной безопасностью, примерно 40 миллионов. 40 миллионов событий в журналах всяческих. Событий, связанных с информационной безопасностью, инциденты, то, что мы условно говоря можем назвать, это где-то примерно 100 тысяч. Это примерно обычно те события, которые в первую очередь летят в СМ-систему. Дальше можно их как-то отфильтровать, убрать дупли, как-то их объединить. И это даст нам, вот в их случае, дает примерно в три раза меньше событий. Но это 30 тысяч событий в сутки. Что касается XDR, то XDR-технологии, они позволяют, во-первых, самостоятельно сцедить только три события, всего три. а во-вторых, взять вот эти самые 137 миллионов сырых событий и с их помощью обогатить эти три события, чтобы там был весь контекст. Вот та вся эта красивая картинка, которую я рисовал. В этом суть XDR. И еще такая фундаментальная мысль, что в отличие от ручного анализа, в отличие от тонких настройок СМ-системы, всего прочего, что мы очень любим делать, эти технологии, они работают из коробки. То есть это все работает само. Это не требует никакого сложнейших каких-то операций и квалификаций. Но это еще не все. Как только мы собрали данные, у нас появляется возможность дать к этим данным, например, если мы хотим доптоп к специалистам вендора. И вендор может на них посмотреть и добавить нам то, что называется MDR. То есть круглосуточно их анализировать, обнаруживать какие-то самые-самые свежие атаки, применять к нашим данным свои какие-то уникальные индикаторы, работать круглосуточно. И самое что важное, вы это получаете ну как бы волшебным образом само по себе. То есть у вас есть панель управления и там вдруг начинают волшебным образом появляться какие-то расследования, которые вам сделал кто-то. Вы его даже не видите, не знаете и так далее. Кто он, что он там, Иванов, Петров, Сидоров, вам совершенно не принципиально. Вот. Но это еще не все. Теперь уже подзанавис. Дело в том, что когда мы переходим к таким подходам, возникает вопрос, что нужно лично вам. то есть что нужно использовать. И здесь есть такой подход очень инвестиционный в индустрии продавать не продукт и не сервис, а продавать такие виртуальные единицы, которые называются в нашем случае кредитами, которые позволяют вам взяв зайти в панель и эти кредиты распределить между теми сервисами, которые вы хотите мониторить. Это там сеть, там эндпоинт и так далее. Причем прелесть заключается в том, что вы эти кредиты можете перераспределять. И если вы, например, сегодня хотите дополнительно сделать больше почт анализировать или больше рабочей станции, вам нет необходимости опять заявку в тендерный комитет, закупку, оформлять еще что-то. Вы просто залезли в панель управления и перенастроили. Что вам надо? Причем удобство этих платформ в том, что когда мы добавляем новую какую-то технологию, ну, например, пару месяцев назад мы добавили в источнике сенсоров еще и мобильные устройства, то вы можете ставить защиту и там сенсоры все эти, ну, там фактически защита на мобильные устройства и вам не нужно ничего докупать и покупать, если оно уже есть. Это тоже удобно. И сейчас, в общем, я знаю, что не только Трендмайкер такие технологии реализуют, потому что тот, кто занимается безопасностью, ему совершенно не улыбается в тот момент тот и сейчас, когда есть телефон и надо поставить агента, идти закупать какой-то MDM, это целое дело. Тут взял агента, поставил. Возможно, какой-то компромисс. Например, отключил мониторинг в каком-то, на каких-то узлах в сети, где, ну, например, нет инцидентов и так далее. Можно поиграться. Вот. Вот теперь действительно совсем все. Вот если я возьму CM, возьму Threat Intelligence платформу и возьму RP, я получу XDR? Я бы сказал так, что если вы в состоянии собрать всю телеметрию, я не знаю, как это можно с endpoint сделать без специального агента. Сисмоном. Нам вот Тимур так что рассказал. Сисмон не собирает столько, сколько собирает специальный агент. Да, да, да. Вот. Если возьмете Elastic Endpoint агент, если возьмете Сисмон, если возьмете Threat Intelligence платформу, если вы возьмете NetFlow, если возьмете логи с вашей почты там типа Office 365, да, я могу долго продолжать. Ну, если у меня ее нету. Ну, хорошо, какая-нибудь почта у вас есть? Какая-то есть. Вот, с этой почты вы возьмете свои логи. Причем вам нужны не просто логи, вам нужно еще для каждого письма фиксировать там хэши аттачментов, темы, ну, вот это все возьмете. Все возьму, так. Все возьмете. А потом сможете написать порядка там тысяч корреляционных правил, которые обнаруживают вот как раз все эти красивые атаки, то вы получите XDR. Супер. То есть все это хорошо услышали. Мы берем эластик. Да. Вот. Да-да-да. Но с оговоркой это произойдет где-нибудь в 35-37 году. Почему? У нас Флорин Рот уже написал кучу сигму. А XDR вы получаете сразу. Да. То есть идея тут в том, что можно долго идти по определенным путям, но продукт лучше брать тот, который дает результат сразу. Здесь и сейчас. Погласен. Вот. И решать следующую задачу. Поэтому потом еще вопрос, как эш-хранилище, как там эти терабайты, экзабайты ваш СЕМ будет. В общем, вопросов много. В ажур. Вот. Я вам скажу больше на самом деле. Я вам скажу больше. Если вы в своей сети можете сделать то, что было предложено, вы должны стать вендором еще одного XDR по сути. Нет смысла это делать ради одной компании. Лучше такое продавать. Согласен. Да, логично. Ну, фактически мы получили рецепт, как стать MSP-провайдером. Для кого это невозможно по ряду причин? А они заседают в зале про гуссопку. И все же. И все же. А все вот здесь? Выземление элементов системы и так далее. Вот может быть сейчас это обсуждаемо. Я думаю, что нет и не будет. Нет и не будет. Нет и не будет? Не будет. Сейчас все XDR, которые стоят, они все облачные. Дело в том, что есть два момента. Первый. Это то, что мы, конечно, не собираем данные, только мета-данные. Вот. Что немножко спокойнее. То есть, то конфиденциальной информации там нет. Но понятно, что доступ к этим данным вызовет много вопросов. Если кто-то их будет смотреть, кроме меня и вендора. И второй момент. Дело в том, что вот мы тут уже обсуждали, сделать все самому у себя на своей площадке. Это сейчас уже нереально. Только в облаке у тебя может быть база данных любого размера. А здесь у тебя, ну вот видели, мы за бесплатно даем там 28 тысяч. У себя купить систему хранения, там гигантский, там бигдата, ходу поднимать и прочее. Ну как? Я помню, скажем, по компании InfoVoge, например, когда-то была история, что когда начаешь у меня InfoVoge, есть проблема, что сначала нужно купить гигантскую систему хранения. Вот мне кто-то рассказывал. Вот. То есть с самого начала. Вот. А не все так могут. Это работает для любого. Вот. Поэтому всем свое. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. То есть все слышали, да? Elastic, MISP, Hive и WMSSP. Я отвечу на ваш вопрос. К сожалению, думающую логику не затащишь в on-premise, не затащишь петабайты события, не затащишь петабайты TI в on-premise. Ну как ни крути. Ну, к сожалению. Мы же с вами в одной компании работаем. Мы знаем, сколько в KSN-е TI, и он весь переиспользуется для detection rate. Мы бы рады, да? У нас есть KPSN-продукты, но там не все. Спасибо, Миш. Интересно? Да, спасибо. Спасибо за ответы. Здравствуйте, коллеги. В продолжении следующего доклада все, кто в онлайне. Дело в том, что когда в XDR-е работают разные компоненты, есть мнение, что на самом деле корреляция происходит там, в облаке. Поэтому ты спрашиваешь, а CM ведь то же самое делает. Ты собираешься с Моном события, отдаешь туда. На самом деле в XDR-е вся корреляция, все блокировки работают на хосте. Поэтому, когда у тебя есть корреляция, и ты вот эти поведенческие паттерны заносишь там в облаке, они все раздаются на хост. И когда на хосте работает поведенческий анализ, он сразу же блокирует. В этом отличие XDR от сисмона. Сисмон рассказывает, вы знаете, вас тут взломали. А XDR говорит, вы знаете, вас пытались взломать и не получилось. Есть разница? Как тебе мой ответ? Ты фактически какой-то инсайт по лальто сказал сейчас. Ты с этим аккуратней. Почему инсайт? Это типовой вопрос на конференциях, чем CM или Elastic отличается от XDR. Поэтому мне кажется, что за XDR будущее. Не зря XDR продолжает выходить и в нашей стране и так далее. Итак, меня зовут Денис Батронков. Спасибо, что представил. Я хочу рассказать про новую тему, которая я специально думал про что, чтобы не повторяться. Соответственно, External Attack Surface Management это процесс, который должен быть в каждой компании. И у меня, соответственно, вопрос, есть ли у кого-то такой процесс, когда вы смотрите на свою компанию как бы снаружи, как видит вашу компанию хайкер. Есть у вас такой процесс из присутствующих? Я рад, что это в новинку. Соответственно, давайте немножко введу такое небольшое понятие, как круг Хайдеггера. Это немецкий философ. Его такой для меня, для тех, кто сдавал кандидатский минимум и знакомил с философами, я его помню по фразе в 19 веке он сказал, что легкость и скорость получения информации настолько прям повысились, что мы теперь сразу же это быстро забываем. Это было в 19. В 21 я даже не представляю с появлением Гугла как это случилось. Соответственно, круг Хайдеггера, когда мы говорим, мы понимаем, что это все знания мира, которые есть. Достаточно просто. Соответственно, есть то, что мы с вами знаем про свою компанию. И коррелируя это с тем, что мы сейчас на сок-форуме, наш сок, наши айтишники, наши безопасники, наше руководство, оно что-то знает о компании. Есть, соответственно, следующий круг. И мы знаем, что мы не знаем. Я знаю английский, я знаю, что я не знаю немецкий, я знаю, что я не знаю… И так далее. В соке я знаю, что я не знаю про все хакерские группировки. А есть еще тема. Я не знаю, что я не знаю. И вот это, наверное, самое страшное, потому что мы… Вот я недавно в Фейсбуке сделал пост. Ребята, скажите, вообще у вас все источники подключены хотя бы ваш сок? И, ну, поскольку у меня такой социальный круг, да, безопасники в основном, ну, и певцы почему-то, поэтому мне стали говорить, Денис, ну, что ты прям сразу… Вот. Хорошо же было. На самом деле, просто даже не подключенные источники, вот мы говорили там сейчас красиво, да, рассказывали про то, какой можно анализировать журналы. Так если у вас просто журналы не собираются, что там анализировать? Недавно, совершенно случайно, я иногда люблю покликать в интерфейс, зашел просто в фаервол и обнаружил, что IPS включен только на всех соединениях по порту 80. Я говорю, подождите, и ваш сок анализирует только соединения по одному порту, а остальные порты… Ну, вот кто-то настроил и забыл. То есть очень много в компании, что можно просто прийти и сразу найти, что просто даже недонастроено. Что же говорить про то, что мы не знаем даже? Соответственно, нужно это как-то контролировать. И я хотел бы ввести как раз термин поверхности атаки. Это, по сути, точный перечень всего того, что доступно снаружи в вашей компании и то, что видят хакеры. Понятно, что это ваша инфраструктура, ваши IP-адреса, ваши DNS-адреса, это сертификаты банально. Ну, все, наверное, слышали историю, что даже наши госорганы, особенно занимающиеся безопасностью, их там вот иногда обнаруживается, что они сертификат не обновили. У кого банально есть процесс из присутствующих? Если сертификат вашей компании кончается через месяц, то кого-то оповещаете и этот кто-то этот сертификат обновляет. У кого есть такой процесс? Не весь зал. Ребят, да, казалось бы, да, то есть истек сертификат и мы постфактум. А если это еще было для доступа к VPN-у, ну, соответственно, этот процесс автоматизируют, например, с уарами сейчас. Соответственно, удаленная работа добавляет к поверхности атаки еще больше проблем. Облака. Может ли у вас в компании так случиться, что ваш программист, не знаю, в Ажуре или в Амазоне взял сейчас сервер, туда выложил базу данных внутреннего или заказчиков, или сотрудников, или VIP-сотрудников, сделал туда RDP и тестит некий софт. Такое может быть в вашей компании? Никто не поднимает руку, ну, ладно. Да, зря спросил. Соответственно, а есть еще Shadow IT? Я рад, что всем понравился вопрос, на который нельзя ответить. Честно, в открытую в этом зале. Соответственно, Shadow IT это как раз то, о чем мы не знаем, о чем мы говорим. Не просто ваша какая-то структура. Я уже встречался с людьми, которые мне сказали, слушай, ты знаешь, а мы нашли случайно подсетку, о которой мы, конечно, не знали, там, 3000 компьютеров. Я говорю, а что, так можно было? Он говорит, ну да. Проблема, у нас очень много, там банки покупают другие банки, компании распадаются, компании собираются, у нас есть партнеры, мы просто не можем. Соответственно, поверхность атаки у нас еще постоянно меняется, и мало того, она постоянно расширяется. Основой роста сейчас являются облачные ресурсы. Основой роста является набор устройств, на которые нельзя поставить XDR. Веб-камеры, принтеры и прочие интернет-вещи. Вы помните, да, эту историю, когда в Лас-Вегасе взломали казино при помощи датчика температуры, который стоял в аквариуме, его просто взяли и по проводочку соединились с Windows-компьютером, на котором, ну, датчик работал. Взломали Windows, ну, и дальше вывели деньги. То есть, и интернет-вещей это еще одна тема, которую стоит контролировать. Supply Chain, ну, это еще одна большая тема, ломают, ломают и будут ломать, к сожалению. Соответственно, ну, не буду уже дальше распространяться. Таким образом, ваша задача сегодня понимать, как хакер видит ваши ресурсы. И здесь вопрос простой. Кто раньше найдет доступ к вашим ресурсам, хакер или вы? Вам нужно такой процесс, чтобы у вас был. То есть, вам нужно самим постоянно искать, постоянно проверять то, что вы нашли, ну, и защищать. Естественно, это первая задача. Я приведу простой пример. Берем дом. Вам нужно, например, постоянно контролировать, что там правильный владенец, что, не знаю, в Росредесе случайно запись не стерлась, и там тот самый человек владеет домом, который вы хотели. Что платежки оплачены, ну, то есть, что он один. Это достаточно просто. мы по себе понимаем, как это делать. Улица. Уже нужно ходить по улице, спрашивать, а тот ли самый человек живет, не живет ли там сотрудник нашей компании, все ли у него хорошо, там, ну, и так далее. Не шантажирует ли его кто-то, для того, чтобы он там, что-то там установил в нашей компании, или там, чтобы укрался в нашей компании. И следующая тема интернет весь. Вам нужно, вот в этом большом городе, во всех квартирах, узнать, а живет ли там сотрудник вашей компании. Если живет, то те ресурсы, которыми он пользуется, и там ими располагает, они вообще как защищены, как они выставлены наружу. Аппроксимируя, это база данных, которые могут стоять наружу, банальный RDP, банальный SSH и так далее. И объем задач вообще-то гигантский. Ну и, соответственно, к чему я клоню? Что есть два подхода. Можно делать самому. Мне тут предлагали Nmap, Mascan и так далее. Можно сканировать. Но вы не знаете, что сканировать. Сканировать есть интернет? Да, можно. Вопрос, когда к вам придут и спросят, а кто вы такой? Да, соответственно, вам нужна утилита, которая обнаруживает какие-то неизвестные вещи. И самое важное слово здесь атрибуция. Что тот самый открытый ресурс, который нашла эта утилита, он вообще-то принадлежит вашей компании. У нас используются запонятованные технологии. Здесь мне самому тяжело, потому что когда я говорю коллегам, ребята, а как вы это делаете? Они говорят, мы не будем рассказывать, ну потому что коммерческая тайна, ну чтобы никто не повторил, видимо. Соответственно, и следующая задача, когда вы обнаружили, ну банально, открытый RDP, ваши программисты выставили там в там же ажуре, его кто-то должен обнаружить и сразу же заблокировать, ну либо там, настучать по голове, чтобы люди так не делали, хотя бы через VPN это делали. Соответственно, вот эти три шага, обнаружение, оценка риска, они еще базируются на машин-лернинге, просто потому, что нам нужно обрабатывать огромный объем данных, то есть на самом деле, вам нужно сканировать весь интернет, в этом всем интернете находить именно ваши ресурсы и их защищать. Соответственно, что становится результатом? Достаточно просто. Во-первых, вы снижаете вот эту площадь атаки, то есть число ресурсов, ассетов, сертификатов, айпишников, все что угодно. вам нужно это защищать, чем меньше, тем вам лучше. Соответственно, появление постоянно этих ресурсов вы будете обнаруживать и защищать, контролировать инфраструктуру, появляются какие-то новые офисы, покупаются новые компании, перед покупкой новых компаний вы можете контролировать и так далее. Ну и облака, конечно. Облака сейчас есть российские, есть иностранные, там очень легко сделать себе виртуальную машину, как просто в тест и так далее. Ну и на самом деле на нас, конечно, действуют регуляторы и ЦБ в том числе, и PCI DSS, и GDPR иностранные, то есть это все на самом деле давит на нас и мы должны контролировать, ну вообще банально, ассет менеджмент. У нас должен быть, это KIS 17, да, сейчас, который есть, он говорит, что давайте с ассет менеджмента начнем вообще. Ну и как пример, вот большой сервис-провайдер, после того, как они стали пользоваться просто, ну в данном случае продуктом Expans, они увеличили просто понимание, а где же у них айпишники. Понятно, что они брали свои, там мы их брали ассены за BGP, брали, соответственно, сканировали сеть и обнаружили еще неизвестные компании и раньше соединения. Соответственно, 575 RDP серверов, но что это такое? Как это? Соответственно, это большая дара в безопасности. Ну и, наверное, уже про сам продукт. Мы относимся к классу продуктов, который называется сейчас Attack Surface Management, ISM или EISM, или External, или просто Attack. И на самом деле мы сканируем весь интернет. В этом как бы и задача. То есть мы знаем IP-адреса, домены, сертификаты, какие-то запущенные сервисы, мы изучаем контейнеры и, соответственно, мы обнаруживаем эти сервисы, которые принадлежат вашей компании, делаем атрибуцию. Это что? Это RDP, это Telnet доступный, это SIP какие-то сервера, базы данных, ваши интернет вещей, у кого-то это ICS, CAD-системы, все что угодно, SSH. И, соответственно, следим за тем, что эти ресурсы у вас либо доступны, либо они не должны быть доступны. И тут еще бывает тема, что, например, мы обнаруживаем даже ваши сертификаты на чужих сайтах, что тоже инцидент. Ну, то есть это, скорее всего, фишинговые сайты. Мы уведомляем вас в первую очередь о этих рисках, вы принимаете решение, что с этим делать, назначаете ответственного, и, соответственно, вам какой-то должен быть человек, это же процесс, в процессе обязательно должен быть человек, выделить нужно человека, и он, соответственно, решает, что с этим делать, приоритизирует вот эти найденные тысячи, на самом деле, проблем, и мы также умеем еще анализировать потоки трафика. У нас еще модуль, который не сканирует, а просто показывает, что от вас идет трафик, и мы можем даже с одного IP-шника понимать, что несколько разных ваших подразделений работает. И мы, естественно, интегрируемся с другими решениями. Я приведу там пару скриншотов. Один скриншот – это раздел просто Exposures, где мы показываем критичность найденных ассетов. Соответственно, вы можете туда проваливаться, нажимая мышкой, и просто видеть, какие базы данных, какие сервера, какие серверы, файловые сервисы, неважно. Принимаете решение, нужно это, должно это торчать в интернете или не должно, и, соответственно, исправляетесь. Соответственно, мы используем, конечно, различные техники, то есть банально обращаемся в интернет-регистраторы, пользуемся услугами провайдеров, tire one, то есть получаем, даже от них нет флоу, что, собственно, тоже непросто, наверное, было договориться. И главное, что мы выполняем проверки всех этих найденных ресурсов. Вы можете даже делать через SOAR, опять же, какую-то корреляцию, и она у нас уже есть, ну, поскольку у нас есть SOAR тоже, вы можете давать указания, например, вашим сканерам безопасности еще больше просканировать, вдруг там на том ресурсе еще что-то есть, ну, или так далее, то есть любые сервисы, которые есть. Назначение ответственных, ну, вот здесь вот еще один скриншот, последний приведу. Есть колоночка ответственная, допустим, это будет первая линия SOC ваша. Автоматом найдено, рисунок, допустим, PPTP сервер или RDP сервер или новая вообще полная сеть найдена, первая линия хотя бы должна узнать, о, у вас новая сетка, что-то надо делать, поставить туда что-то. Соответственно, назначаете автоматом ответственных, помечаете прогресс, ну, то есть он что-то делает или это новый еще пока что. Ну, и вот здесь вот, например, в нашем примере, здесь вот сверху написано 10 тысяч новых найденных ассетов. Это вот, ну, это демо, но в пилоте, когда мы делаем пилот, приблизительно так и происходит. То есть, ну, волосы начинают шевелиться от количества, чего мы не знаем. Мы не конкурируем, причем, с системами сканеров безопасности. Наверное, еще один месседж, последний, который я сегодня хотел сказать. Почему? Потому что сканер безопасности, вы ему даете, что сканировать. Вы ему даете весь интернет посканировать. Говорите, вот у меня вот такая-то подсеть, ее просканируй, пожалуйста. А мы находим то, что вы не знаете. Вы не знаете, что сканировать на самом деле. Мы это находим, и да, вот когда мы вам нашли вашу подсеть новую, о которой вы не знали, да, пожалуйста, можно им интегрироваться, то есть мы можем отдать это опять же в СОАР или сразу в линерабилити менеджмент какой-то. То есть мы делаем простую вещь. Мы показываем, что доступно публично. Соответственно, это в том числе полностью публичный сервис. Он не требует никаких инсталляций у вас, никаких агентов. Вы просто говорите, я хочу такой сервис. Вот. Есть на самом деле законодательство, ну, тут помечено ЦФА, значит, забыл там фрод, с фродом связано, да, что на самом деле сканировать надо еще умеючи, чтобы не вызывать проблем и не вызывать дидос. Поэтому мы следуем этому законодательному акту. И на самом деле это скорее не сканирование, а просто распознавание, что идет соединение с вашими адресами, такое глобальное по всему миру. И, соответственно, важно здесь, наверное, точно все атрибуции. Мы используем несколько техник, чтобы вы точно получали информацию, что то, что мы нашли, это, да, ваша сеть. Или то, что мы нашли у чужих, это ваши данные. Ну, то есть, вот хороший пример, да, на GitHub иногда находит доменный логин и пароль. Ну, программист делает, пишет программку, коммитит, соответственно, на GitHub, и там, соответственно, в программе там логин и пароль. Типовая система. Он как бы не в вашей сети, в облаке. Ну, и вот иногда на конференциях, типа, PHD, или даже SOC-форум, иногда троллят, да, и выводят в логин и пароли компании, просто которые лежат на GitHub. Поэтому даже на чужих ресурсах, когда вы обнаружите свои сертификаты, это ни о чем хорошем не говорит, нужно это обнаруживать. Мы, соответственно, введем этот список, то есть это asset management все-таки. Мы можем просканировать уязвимости, мы можем автоматизировать при помощи SOAR и интегрироваться с любыми системами. Ну, вот я внизу так написал. SOAR, Splunk, Curadar, Jira, ServiceNow, Tenable, Rapid7, ну, CMDB или какие-то базы, или IPM базы, соответственно, пожалуйста. То есть мы отображаем потоки данных к вашим активам. Мы не требуем никаких агентов. Это легко повторить, поэтому вы можете там легко заказать просто пилот сегодня. Так что пользуйтесь экспансией, у вас этот процесс появится. Также я приглашаю вас на канал YouTube, нашу группу Facebook. Ну, и желаю всем замечательно защищать свои компании и больше использовать автоматизированных утилит, чтобы больше тратить время на обычную жизнь. Спасибо. Денис, ты спровоцировал своим докладом вопрос из интернета, поэтому я буду сидеть. Потому что я их задавал, видимо, тоже. Хорошо, давай. Ну, вопрос от Жака, он, видимо, еще к Мише, но ты тоже на него ответишь, наверное. Вот правда ли, что XDR это для тех, кто не умеет делать CM, не умеет его настраивать? Ну, я считаю, что очень много и в Сиеме, и в XDR, и в Суаре очень много аналитики, которая идет от тех, кто расследует инциденты. То есть то, что я говорил, есть куча поведенческих правил, которые заложены в современные XDR. Они называются ИОА, индикаторов Атак, это такое общее название. Мы это называем Behavior Indicator Compromise или не ОК обычно, а БИОК. И на самом деле в Сиемах это сложнее сделать, потому что в Сиеме ты должен вот это огромное количество информации, которую Сисмон создал со своих 10 тысяч компьютеров, как-то обрабатывать на почти реальной скорости. А в XDR это делается прямо на хостах. Это удобней. Поэтому все-таки XDR помощнее, помощнее, XDR строится немножко по другой архитектуре, там используются дата лейки. Хотя, да, есть похожие функции, спор нет. Ну вот еще, ребят, Сашко спрашивает, объекты Киева тоже сканируете? А, кстати, да. В преддверии, я, кстати, задумал про этот вопрос, когда готовился к презентации. Слово сканирование я употребляю для понимания. На самом деле это не сканирование, в прямом смысле. Это распознавание, что у вас есть открытый сервис. Ну вот смотри, еще есть человек, который представился почти полностью, Walt Кирилл. Вот он спрашивает, вопрос, я тебя зачитаю, потому что я с самого конца его не понял. вот мы найдем порт 4.4.3. Это может быть легитимный клиентский сервис, а внутри его на какой-то странице ввод доменного логпасса с доступом к критичным данным. Как вы определяете, что ресурс реально может предоставлять опасность для компании? Смотри, коллеги, отвечаю. Соответственно, во-первых, внутри продукта есть правила. То есть мы не смотрим прям все подряд, все порты. Мы смотрим конкретные ресурсы, которые интересуют вас. У нас заложена логика. Вебку смотрите? Вебку. Веб в том числе, потому что там есть сертификаты, они истекают, их можно по HTTPS забрать и проверить. Соответственно, вопрос, достаточно требовать, мне кажется, какой-то все-таки конкретики. Ну, наверное, давай попробую интерпретировать, что здесь спросили. То есть, ну, как бы, ты увидел сайт, который похож на, видимо, клиентский. Как ты понимаешь, что это не фишенка, реальный клиентский сайт, который… Ну, по блоку адресов в первую очередь, во вторую очередь, конечно, потому что он выводит, в третью очередь просто у меня есть информация от самого заказчика до этого сервиса, он рассказывает, собственно, что я там должен увидеть, и я сравниваю с тем, что я ожидаю, с тем, что я вижу. Ну, и на самом деле там работает, конечно же, аналитик, который настраивает этот продукт. Слушай, а я правильно понял, что это штуковина, только внешку сканируют, или ее нужно внутрь поставить? Ну, вообще мы говорим про экстернал все-таки. Про экстернал. Про экстернал. Ну, и она как бы как сервис облачный представляет. Ну, я его… На самом деле его можно как набор четырех продуктов, то есть типа CMDB база, ассет менеджмент или IPM, да, и вообще база ресурсов, сканер безопасности, инцидент менеджмент, IRP там есть, да, и, соответственно, автоматизация немножко суара. Я понял. Ну, и вопрос от меня. А вот публичные сервисы типа Шоудона вы используете там? Или вы все сами? Прямо все сами-сами. Ну, на самом деле очень похоже на Шоудон, но, опять же, Шоудон тебе не выдает конкретику под тебя, да, то есть тебе нужно самому искать, там ли это твое или не там. Мы именно делаем выборку из всего, что мы знаем, выборку под вашу конкретную компанию, что вот, смотрите, это ваше. И все ваши там 10 тысяч ассетов, которые есть в сети, они, соответственно, будут показаны. Наверное, часть из этого можно найти и в Шоудоне. А что на вход дается? Там доменное имя? Название компании. Диапазон и пиапазон. Название компании. Все. Вопрос из зала. Выли мои два вопроса. А, я угадал. Обида. Ну, смотри, я скажу так, что у нас… А, еще есть? Давай. Еще вопрос. Сколько по времени занимает вашим продуктам единовременный проход всего адресного пространства интернета? Ну, мы просим две недели на то, чтобы сделать… А, стоп, другой вопрос. Вообще зависит от типов проверок. Часть функционала делается раз в день сканирования, часть сервисов раз в два дня, но это как бы не критично. Зависит от самого сервиса. То есть не все надо сканировать прямо постоянно. Я понял. Ну, то есть конкретный вопрос, да, если я хочу найти все FTP-сервера, да, вот конкретной компании, вашим продуктом, да, там, своей, соответственно, за сколько можно пройти весь интернет с поиском этих FTP-серверов? Мы уже проходим, сама компания наша проходит весь интернет уже. А, то есть это происходит регулярно и просто оттуда выцепляются данные? Мы только вашу конкретную информацию про вас рассказываем. Я понял, спасибо. Еще вопрос. Мы говорим только о серверах, рабочих станциях, там, подсетях и так далее, или мы говорим про утечки, там, баз данных в Даркнете или еще где-то? Ну, мы не ставим себе задачу делать тёс-инт и, соответственно, показывать, что у вас утекли какие-то базы, то есть мы это не показываем, то есть это к другим продуктам все-таки. Хотя идея интересная добавить туда. Ну, Дэн, спасибо большое. На самом деле у нас такая штука есть, только мы продаем как коммерческий сервис. То есть ты фактически продаешь tool для того, чтобы сервис не покупать и делать самому. Да, здесь вопрос, хотите делать сами, хотите мы вам дадим утилиту. Используйте Expans, спасибо. Спасибо, спасибо. Всем спасибо, что посетили нашу секцию. Я надеюсь, она была полезна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok